Аллилуйя! Слава Богу! Снова с вами! И снова мы на прямом эфире и с Господом! Аллилуйя! Дорогие мои, я приветствую каждого из вас! Какая радость, какое благословение нам дал Господь сегодня! И что мы можем встретиться! Я очень рад, что могу снова иметь доступ к вам, в ваши дома! Такое прекрасное благословение раного утра! Я знаю одно! Истина одна! Знаете, дорогие мои, что я вам скажу? Наш Бог, Он суверенный! Его суверенитет безгранична! Это значит, что наш Бог, Он выше всех! Нет того, который выше Него! И это очень прекрасно и очень чудесно! Чтобы мы с вами знали, что нет никого выше нашего с вами Бога! Значит, мы правильно верим в Того, Которого за Ним нет другого! Аллилуйя! Слава Богу! Вы знаете, дорогие мои, этот день, это утро настолько прекрасно, настолько чудесно! Я вам кое-что скажу! Вы дышите, правда? Вы дышите! Окей, давайте сделаем раз-два-два-дых-вдох, выдох! Аллилуйя! Смотрите, суверенитет Божия, как она проявляется! Никто, ничто не мог остановить, препятствовать вам дышать сейчас. Никто, ничто не мог препятствовать, огородить, запретить, не позволить вам сделать вдох и выдох. А вдох и выдох – это признать, что ты живой или живая. Это признать жизнь. Это значит, что Бог с тобой прямо сейчас. Аллилуйя! Я у Яшуса Его присутствую. Бог с тобой прямо сейчас. Никто не может без Него остановить вам дышать, вам жить, вам иметь того, что Он предназначил для тебя. Поэтому, друзья мои, этот день сотворит Господь, и мы будем радоваться. Почему? Потому что дыхание наше от Господа Бога, заметите, вдох и выдох не в руки сатаны. Дох и выдох ваши не в руки врагов ваши, а в руке Господа Бога. Аллилуйя! И Он дал вам силу дышать. Он не дал кому-то контролировать ваше дыхание. Не-не-не-не. Никто не будет контролировать, как ты дышишь. Так же никто не может контролировать, что Бог тебе сегодня будет давать через эти встречи. Я хочу сказать вам, что на этой встрече в руке Горчешника твоя жизнь. И все, что вам необходимо для того, чтобы одержать победу в его руке. Аллилуйя! И в руке Горчешника мы будем проходить все эти недели. И в этой неделе мы выбираем одну тему. Мы называем его «Время восстановления». Под это мы будем разговаривать. С этого дня до субботы мы будем рассуждать вопрос «Время восстановления». Скажите со мной «Время восстановления». Мое время восстановления. Что? Пришло. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Давайте помолимся. Дорогой отец, я благодарю тебя. Ты есть суверенный Бог. И суверенитет твой безгранична. То есть, нет никого выше тебя. Нет ничего выше тебя. Никто не выше тебя. И ничто не выше тебя. И мы благодарны, что мы имеем такого Бога. Это нам дает надежду. Это нам дает силу. Аллилуйя! Все под твоим контролем. Когда твое слово дает нам понять, что ты всемогущий, вездесущий, всезнающий, и ты суверенный, это дает нам понять одно. Что все находится в твоей руке. Ты не зависишь от кого-то. Ты не зависишь от чего-то. Все под твоим контролем. Аллилуйя! Аллилуйя! О, отец, я благодарю тебя. Я славлю тебя, что ты выше всего, что есть. До тебя никто не было. Ты сам собой. Есть Господь Бог. Аллилуйя! И мы благодарим тебя. И ты делаешь все, что ты хочешь. Ты не советуешь ни с человеком, ни с чем-то. Никто не советует с тобой. Ты делаешь, что ты хочешь. Твое дыхание, твое сердце бьется, как ты хочешь. Ты определяешь ритм, Господь, дыхание каждого человека. И я благодарю тебя. И это время, Господь, в руке гащищника, который есть ты, Господь. И время восстановления. Я молюсь, чтобы сегодня послание, Господь, несло это пророческое, Господь, характер, который я буду, Господь, сказать слова жизни многих людей для восстановления. Время восстановления, Господь, это сейчас. И мы верим, что Дух Святой ты здесь, чтобы прикоснуться каждому из нас. Словом твоим. Мы благодарим тебе, а мне дай, Господь, понимание, благодать, говори слово с уверенностью, с помазанием. Аллилуйя. И, конечно, с любовью. Благодарю тебя, Господь, что твоя суверенная сила достаточно восстановит каждого человека сегодня. Во имя Иисуса Христа. Амин. Амин, дорогие мои. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Ему. Окей. Я хочу с вами пройти книга пророка Иеремии, 18 глава. Иеремия, 18 глава. И будем читать с первого стиха. Окей. Иеремия, 18, с первого стиха. Когда мы читаем с первого по восьмого стиха, мы просто видим следующее, что Господь Бог говорит пророку своему. И написано слово, которое было к Иеремии от Господа. Это слово от Бога способно изменить все вокруг. И Бог дает слово, которое содержит с собой смысл, ценность и силу. Моя молитва для каждого из вас, чтобы сегодняшний день слова, оно было для вас, как эта платформа. Иеремия, для этой недели, для этого месяца, для конца года, что все, что Бог вам обещал, стало реальностью для каждого из вас в вашей жизни. И он сказал ему, встань, сойди в дом гащешника, и там я возвещу тебе слова моих. Он пошел в этот дом гащешника, и он наблюдал, чем занимается гащешник. Сделал свою работу на кружале. И сосуд, который был в его руках, развалился. И снова он сделал с него другой сосуд, какой ему вздумалось сделать. И Бог говорит Иеремию, не могу ли я поступить с вами в дом Израиля, подобно гащешнику, говорит Господь. Вот что глина в руке гащешника, то вы в моей руке в дом Израиля. Это очень интересное послание, которое Бог говорит Иеремию, что то, что в руке гащешника, это вы, дом Израиля, в моей руке. И он дает ему понять, посмотри, чем занимался гащешник. Он работал. Наш с вами Бог что? Работает. И он говорит, что что-то произошло в руке гащешника, развалилось. Это прекрасный изделие, но он не сдался, он переделывал его в что-то другое. Я хочу обратить ваше внимание. Глина не имеет красоту, пока Бог не прикасается к этой глине. Глина, само собой, не имеет никакой ценности, пока Бог, как дизайнер, не возьмет и из нее что-то не творит. Халлилуйя, халлилуйя, халлилуйя. Возьми глина земной и продавай. Мало кто купит у тебя, но возьми и сделай из глины, цена будет совсем другая. И так, я хочу, чтобы вы знали, Бог взял праха с земли и создал нас. И цена наша не сравняется с ценой с землей. Наша цена очень высока. Цена наша с вами – это жизни самого Бога. Когда человек согрешил, Богу приходило что? Искупить нас в своей жизни. Жизни своего сына, Господа Иисуса Христа. Вот сколько мы с вами стоим. Окей. Дальше я хочу обратить наше внимание. Первый царств и 30 глава. Первый царств и 30 глава. И буду читать с первого стика. Зафиксируйте это в вашем понимании. Что в доме Израилево находится, чья рука? В руке Господа Бога. Как и глина в руке горчашника. Он не бросает, но он из нее сделает шедевр. Халлилуйя. Ибо Господь сделает из тебя шедевр. Что-то замечательное. Теперь я хочу идти глубже. Можно мне идти глубже? Окей. Поговорить о временах восстановления. Первый царств и 30 глава. С первого стика. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикилак, амеликитяне напали с юга на Сикилак, изъять Сикилак и сожгли его огнем. А женщины и все, бывшие в нем, от малого до большого, не умеют вели, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу. И вот он сожжен огнем. А жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И понят Давид и народ, бывшие с ним, вопыл и плакали, доколе не стало у них силы плакать. Зяты были в плен и обе жены Давида. Акинояма, израильтянка, и авигея, бывшая жена навала, калминлитянка. Давид сильно был смущен, так, как народ хотел побить его камнями. Его же команда из-за того, что произошло, они начали думать, что сделать с Давидом, нашего лидера, может быть побить его камнями и уйдеть все. Ибо скорбил душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид в это время укрепился надеждой на Господа, Бога своего. И сказал Давид, Авиафару, священнику, сыну Ахимелеву, Ахимелеву, принеси мне его. И принес его к Давиду. И попроси Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это порчище, и догоняю ли их? И сказали ему Господу, преследуй, догонишь их и отнимешь. И Давид так поступил со своими 600 мужей, которые были с ним. Я хочу обратить наше внимание сегодня под этой темой, время восстановления. Мы сегодня будем касаться только один вопрос. И завтра другой вопрос. В этой истории мы видим, что Давид восстрашивается со своими друзьями, воинами, человеком 600. И они восстрашиваются город, где их жены живут, их сыновей и детей, Секилак. И Секилак это город Давида, можно сказать, поселок Давида. И его армия. И они восстрашиваются туда. И что-то произошло. Их осуществление, америкитияне напали на город. И увели жены, сыновей и дочери. И последствия этого, то, что должно произойти, когда армия с Давида восстрашивает, должен произойти, не произошло. Помните Давида, когда он побеждал и восстрашался с армией город, как написано? Женщины встречали и пели песни. И даже во время Саула пели песни. Саул победил тысячи, а Давид десять тысячи. Люди ликовали за победу. Но это раз. Давид с командой издалека должен слышать пение радости. Крики жены и детей на встречу. Крик радости. Но это время все было тихо, тишина. И они приближались к городу. Никто их не встречает. У вас было такого, что никто тебя не встречает. То, что должен тебя встретить, уже не встречает. То, что должен радоваться твоего прихода, уже не радовался. Когда-то радовались, теперь не радовались. Когда-то обнимали, уже нет того, который должен обнимать. Когда-то кричали. О, папа идет дома. Мама идет дома. Все говорили в восторге, кто-то идет домой, а теперь нет звука, нет шума, ничего. И они были встревожены. Что происходит? И когда они приближали, они увидели город сожженный огнем. Жены увели, сыновей увели и дочерей увели. Город пустой, сожженный огнем. И они начали плакать. Они начали рыдать. В войне плакали, они плакали, плакали, плакали. До тех пор у них уже написано, что не было больше силы плакать. Есть кто-нибудь, который меня слышит сегодня? Что приходил какой-то момент в твоей жизни, что ты настолько рыдал, рыдал, что у тебя не было силы рыдать. Как ребенок. Из-за того, что что-то произошло. И об этом я хочу поговорить сегодня. Я называю это потерей. Потерей. Повторите со мной. Потерей. Давид и его армии пришли домой и увидели, что они потеряли любовь. Потеряли семью. Потеряли дети. Сыновей и дочерей. Потеряли радость. Потеряли мир. Потеряли определенные чувства, эмоции. Которые должны бы их встречать. Потеряли город. Потеряли свое имущество. Не только люди. Не только душевные, приятные эмоции, чувства. Они потеряли. Они потеряли имущество. Они потеряли место жительства. Потеря была настолько серьезная. И я хочу сказать, это была потеря, которая касала их сердца. Касала их души. У тебя была такая потеря жизни, которую ты уже себе не можешь найти. Эта потеря сильно касается тебя. Она идет глубоко в твои косты и суставы. И кожи. Ты чувствуешь, что ты что-то потерял. Это может быть потеря здоровья. Это может быть даже деньги. Это может быть даже работа. Сегодня день восстановления. Давид и все свои, они начали рыдать и плакать до тепла. У них силы больше не было. Силы уже у них не осталось. Потеря была для них сильно. Послушайте меня. Нет потери, которые не касаются тебя. Если ты что-то теряешь, и это не касается тебя. Это значит, то, что ты потеряешь, не несет никакую ценность. Не несет никакую ценность. Когда грек пришел с жизни человека, это касалось сердца Бога. Потому что это сладкое, это замечательное отношение, едемское отношение. Между Адамом, Евой и Богом было потеряне. Было серьезно потеряне. И Бог, я верю, что сердце его рыдал. Рыдал настолько, что он сказал, кто пойдет за нас, чтобы вернуть человека, которого я создал, которого я люблю, который есть мой образ и подобие, которым часть меня, мой дух жизни находится в этом человеке. Кто пойдет за нас? Иисус поднялся и сказал, я пойду за ним. Например, не находилось того, который бы мог идти, кроме креста. Иисус пошел за него, за нас, чтобы восстановить нас. Потому что любая потеря, которая касается нашей сессии, это значит то, что мы потеряли, несет сына. Давид и Ами потеряли семья, жены. Их увели. Я кое-что вам скажу. Амеликицы, они очень нехороши. Есть народ, который нападали на Израиль. Я назову только два из них. Народ амеликицыяне и филистиняне. Филистиняне – это люди, которые воевали с Израильцами, но они воевали достойно. Они могут договариваться с израильцами, как бой должен быть. Помните Гуляв, да? Они могут просто издеваться и так далее. Но они не ведут грязный бой. Они никогда не ведут грязный бой. Они всегда хотят честный бой. Они не касаются народа. Но филистиняне никогда не вошли в народе. Убивали женщины и детей. Никогда. Они только воюют с военными. Армией и армией. И они воюют вне города. Они не входят в город. Ами встречался на поле, хорме, горах. Так воевали филистиняне. Так Сауль и Ами выходили и встретили их в долине. И когда они верили, что даже нет никого из израильцами, чтобы израиль не идет, 40 дней не могут идти на бой, страдали с ними. Они предложили израильцами. Окей, давайте сделаем так. Мы договаривались вам так. Мы выдвигнули одного человека Гуляв. А вы выдвинете вашего человека. И только два человека. Не все армии, только два человека. Кто победит, значит мы победили все. Все, бой закончился. Только два человека будут у нас в поле сражения сражаться. Если ваш человек, израиль, победит, значит мы филистиняне, мы даем слова. Мы будем вашими рабами. Но если мы победим, все израиль тоже будет нашими. Значит мы не убиваем никого. Только два человека. Пусть они сражаются и так далее. Вот они любят красивый бой. Но амеликитяне, другие, они любят грязь. Они бьют под поясом. Они идут за детьми. Они хуже. Намного хуже филистянину. Они приходят, когда тебе нет дома. И воруют. И берут того, что у тебя есть. Но филистиняне, они позволяют тебе оставить все ценное дома. Амеликитяне берут ценное, которое тебе осталось. Грязные. Бои они любят. Дьявол такой. И дьявол его. Иисус сказал, Иоанна 10, 10. Вор приходит, украсть, убить и погубить. Он приходит, убить и погубить, и украсть. Сегодня Бог хочет восстановить. И когда мы смотрим эту картину, историю Давида с командой, мы увидели, что эти люди пришли во время, когда Давида не было дома. Они не предупредили. Они не писали письмо. Не было никакие дипломатические отношения. В такое-такое время мы встречаемся где-то. То есть неожиданно. Многие из нас, неожиданно, мы потеряли много чего. Неожиданно, многие цены ушли из нашей жизни. Неожиданно, возможно, ты потерял любовь, потерял семью, потерял любимого, потерял работу, потерял здоровье. Неожиданно, вор пришел, украд. Но сегодня я приношу тебе послание, пророческое от Господа, что Господь восстановит для тебя, потому что ты, как дом Израиля, в его руке, скажи мне это, жени, амин. Халлилуйя. Потеря, которая берет часть меня с собой, из-за того, что она берет часть тебя с собой, надо, надо, что, догонять, надо преследовать и вернуть его обратно, потому что, восращая семью, восращая любовь, восращая мир, ты восращаешь самого себя, целостности, целости, силе, халлилуйя. Они начали плакать. Когда приехали, они пришли, они увидели, что с Астана, дом, с селе Секилак, произошла такая беда. Команда Давида разделила две части. Он, как одна, вторая группа, это все Астане, 599. И 599 начали думать, размышляли побить Давида камень. И когда Давид услышал это, он сказал священнику и сказал, не его. Эти люди замышляют меня убить, но когда они меня убьют, решение не будет. Это не вернет их потерей. Послушайте, лидер не думает о своей жизни. лидер всегда думает, как вернуть нас от потери. Потери самого себе, потери личности, потери семьи. Бог лучше, суверенен наш лидер. Он не думает о своей жизни, он отдает свою жизнь им, лице Господа со Христа, чтобы вернуть нас. И Давид сказал, дай мне эфод. И он начал молиться. Когда те размышляли уничтожать, их лидер, лидер, наколение, или что-то делает, эфод, молился, и вопрошает Богу, Господь, скажи мне, что делать, чтобы вернуть потери. И Господь сказал, он спрашивает две вещи, преследуй их. Что скажет Господь? Преследуй их. Господь да, преследуй их. Догоню ли я их? Ты догонишь. И не только догонишь, но победишь, отними все, что они украли у тебя, и будет для тебя этот день восстановления. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Все, что они украли у тебя, ты вернешь. И то, что даже они не украли, ты соберешь даже от них. У тебя, другими словами, победа назначена этот день. Давид не хотел отлагать это, не хотел сидеть и начать плакать и плакать. Есть вещи, когда уходят от тебя, ты не можешь быть спокойным. Когда мы ушли от Бога из-за грехопадения, Бог не отдыхал. Бог не беспокойный. Он придумал все, что можно придумать. И сегодня вот мы с вами. Аллилуйя. И эта дверь для нашего спасения еще открыта. Скажите армина это. Потери это часть тебя. Давид и армия понесли. Сейчас их унесли. Час их унесли враги. Я не знаю, какая часть твоей жизни унес враг. я повторяю, я не знаю, какая часть твоей жизни унесла враг. Я не знаю, какая часть твоего здоровья унес дьявол. Я не знаю, какая часть твою семью унесет даже смерть и враг твой. Я не знаю, часть твоей финансы, которая унесет вори. возможно даже потерял работу. Возможно потерял смысл жизни. Я не знаю, часть твоей души, которая вор пришел и укрась и унесет собой. Он унес часть тебя. То ли это духовная вещь, то ли это душевная вещь, то ли это материальная вещь, все такие. Это труд твой унесет часть тебе. Но Господь говорит, сегодня преследуй его. Сегодня ты догонишь его. Сегодня ты отнимешь все, что он взял от тебя. И сверх ты победишь его. Халлилуйя. 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 Смотрите, Исайя 49 глава. О, халлилуйя. 16 стих. Вот. Я начертал тебя на дланях мои, стены твои всегда предо мною. Я хочу читать другой перевод, как называется Куликова. Куликова. Он говорит, на ладонах своих начертал я имя твое. Стены города твоего всегда предо мною. Удивительно. Твое имя где находится на ладони Господа Бога. Он начертал. Знаете, у меня жена удивительная женщина. Не как я. Если я ей что-то скажу или она что-то не хочет забивать, она берет ручку и сделает ладони крест. Наверное, это многие из вас знакомы. Сколько бы я не сделает крест, столько где я забуду. Но она не забудет никогда. Раз Лили сделала крест, неважно что за вопрос она не забудет. Я ей спрашиваю, как у тебя это удается? Любой вопрос, который ты сделали крест, сегодня ты сделали крест, вчера ты сделали крест, по другому вопросу, и третий, и четвертый, и десятый, и все-таки ты не забиваешь. представьте себе, если моя жена не забивает, тем более Бог не забудет твое имя в его ладони. Аллилуйя. Пьет он дает понять, дом Израиля в его руке, дом Украины в его руке, Аллилуйя. Народ украинцы, мы в руке что? Господа. Твоя семья в руке Господа. И имя Украина на ладони Господа Бога написано, даже как Израиль, даже как Гана. Аллилуйя. Так и же твое имя, как и мое имя написано на ладони чья? Господа Бога. Когда написано, что начертал, это как будто ты взял железное или дерево и просто имя, не просто писал с ручкой, а как называется? Не карандаш, не просто сейчас само дело убрано, как выкаркали. Выкарбовали, не знаю, вы поняли, о чем я говорю, Вот, что имя уже изменить невозможно. Потом оно стало частью ладона, частью доска, частью железа, как метал, так и же ладона Господня. Твое имя уже пробит, пробит. Он никогда не забудет тебя. Потому, когда Давид сказал, преследовать, он говорит, да, преследуй. Догоню, он говорит, ты догонишь. Победа меня, победа у тебя. Аллилуйя, аллилуйя. Сегодня, друзья мои, время какое восстановление. Давид и армия его, когда мы читаем дальше, время не позволит, они восстановили все, что враг украл. Жены, сыновей, дочери, и уничтожали эти американские, кроме тех, которые сидели на вербуда, успели убежать, но все остальные они уничтожили. О, спасибо, Лена Писовская, высечено имя, высечено ладони Господни. Аллилуйя. И они вернули все, как Бог обещал. И Слово Божие для Давида было пророческое, что ты преследуешь, ты догонишь, ты отнимешь. Аллилуйя. 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 Если враг украл что-то от тебя, стойте вместе со мной сегодня и будем обратиться к Господу, чтобы все, что он украл, то, что ты потерял, Господь в силе, Господь способен вернуть. Господь почитает нужный, он вернет. Давид хочет знать Господу, ты почитает нужный, чтобы я вернул свою жизнь. Господь говорит, да, я хочу, чтобы твоя жена возвращалась. Ты почитаешь, мои сыновей вернулись. Да, я почитаю, что они должны возвращаться. Ты думаешь, что я могу вернуть своих дочек? Да, я хочу, чтобы вернул их. А как наши имущества? Я хочу, чтобы вы вернули все, что украли от вас. Ты спросишь, Господь, ты хочешь, это твоя воля, чтобы моя семья не распадала, чтобы то, что я потерял, вернулся, чтобы то, что ушел, возвращался, чтобы то, что я потерял, был найден. Господь говорит, да, 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 скажите со мной, да, 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 Аллилуйя. Господь хочет, чтобы мы с вами вернули нормальный образ жизни. Господь хочет, чтобы мы вернулись на том месте помазания, месте силы. Аллилуйя. Мы не будем плакать, чтобы потерять силу. Нет, мы будем догонять и отнимать от врага все, что он украл от нас. Все, что он украл от наших детей. Действо, которое украл от тебя, твое молодость, которое украл от тебя, твое женство, которое украл от тебя, твое мущество, которое украл от тебя. Все, мы вернем твое имя иисуса Христа. Невозможно взять счастье и не догонять, и не преследовать, не отнимать. О, Аллилуйя. Говорить об этом, рассуждать другими не приносит решения. На колени зов к Богу, вот то, что Давид взял Ефот, потому что просто обсуждать о потере, не приносит его назад, а обратиться тому, чья ладона твоя жизнь, чья ладона твое имя, чья ладона, весь народ, к нему к нему надо обратиться. О, если бы наши руководители, Давид, как лидер, О, если бы наш президент, О, если бы наш премьер, О, если бы наш Губинатор, О, если бы наши меры, О, если бы наши отцы, О, матери, наши директора, О, все наши руководители О, от сельско-рада До президента Будут обратиться к Господу Господь скажет Догони и отнимет И вернется И победа будет ваша О, если бы наши апостоли Наши пророки Наши пастыри Наши служители, учители Братья и сестры Пойму, что Бог хочет нам победу И мы скажем Господь хочу догонять Можно он скажет Догони Ты догонишь Ты догонишь И отнимешь С вашу враг Ответь у Господа Жизнь твоя у Господа И я закончу Этим Халлилуйя Исайя 42,16 Мы читали Твое имя Ладони Начета Господу На ладони Своих Мое имя В паспорте Паспорте Можете потерять Но ладони Господа Ти никогда не може Потерять Халлилуйя Халлилуйя Дорогие мои Пришло время Нам с вами Обратиться К нему Как и Пришло время Время потери Давид Обратиться К Богу И время потери Превратилось Времена Что? Восстановления Время потери Переходит На время Восстановления Он обратился К сувенирному Богу Бог, который Не зависит От никого И ни с кем Не советуется Это у Него Совета У Него Мудрости У Него Знания У Него У Него Ведения Халлилуйя И у Него Победа Для нас с вами Дорогой Господь Я благодарю Тебя Я молюсь За каждого Из моих Дорогих Братьев и сестр Семья Люди Руководители Как и Давид Который на фронте Который на передовой Господь Мужей, которые на передовой Господь И мужей Которые Передовой семьи Передовой бизнес Передовой армии Везде Руководстве Господь И дети Которые впереди Господь Я молюсь За сыновей и дочери И я молюсь За наши Внутренние состояния Все Что Потеряли Кого-либо Я молюсь Сегодня Господь Именем Иисуса Мы вызываем Обратно О Во имя Иисуса Я называю Несуществующий Как Существующий И я Вызываю Обратно Все Что было потеряно Мир Любовь Терпение Силу Покой Здоровье Обратно Возвращай Во имя Иисуса 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 Иисус Пришел Чтобы мы Имели Жизнь С избытком Не просто Жизнь Но С избытком Во имя Иисуса Я молюсь За избиточную Жизнь Избиточную Жизнь Каждому Из твоих Детей И я Молю Господь Как ты Написал Имя На ладон Твоих Я молюсь Чтобы Это имя Никто не Стер Их Во имя Иисуса Благословляй Твои Дети Благословляй Этот день Благословляй Твоего Народа Господь Знаешь Я люблю Тебя Ты чудесный Ты прекрасный Мы благодарим Тебе За восстановление Потери За восстановление Господь Семьи За восстановление Здоровья Мы благодарим За восстановление Финансов За восстановление Мир Семьи За восстановление Нервы Эмоции За восстановление Господь, потерянное действие, потерянное мышцы, потерянное ведение, за восстановление детей Твоих, за восстановление оступников. Благодарим Тебя за восстановление церкви, за восстановление хвали и славы, Господь на жертвеннике Твоем. Мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, за Святого Духа, который Ты послал им, чтобы мы имели доступ к победе. Спасибо, что сегодня Ты говоришь преследуя Твои мышцы, Ты догонишь их и Ты завладеешь обратно. Многие потеряли свои мышцы, но Господь, время восстановления Ти всегда за это. Я благодарю за обновление, обновление, восстановление и мы славы Тебя во имя Господа Иисуса Христа. Амин, 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 дорогие мои. Халлилуйя. Господь благ, Господь благ, Господь благ. Халлилуйя. Халлилуйя. Ну что, друзья мои, завтра мы увидимся в такое же время в 8.00. И завтра мы продолжим. Сегодня запомните, размышляйте о том, что потеря не значит конец. Это повод даже иметь лучшее. Бог дает силу. И да, Господь даст каждому силу. Это день. Халлилуйя. Благословляю вас. Люблю вас. Помогите перепостите эту передачу друзьям вашим. Или кого вы знаете, что нуждается пророческое слово. Что он догонит, отнимет и жизнь начинается снова. Те, которые потеряли жизнь, смысл жизни, им нужно такое послание. Те, которые потеряли здоровье, им нужно это послание пророческое. Те, которые потеряли работу, им нужно. Те, которые потеряли надежду, им нужно. Те, которые потеряли силу, как воины Давида, также им нужно. Бог дрежит над своей рукой и наши имена его ладони. Люблю вас. До встречи. С миром Божьим. Пока. С миром Божьим.